Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Начнем с недавнего происшествия. Недалеко от набережных Челнов сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кумертау-Казань. Одному из очевидцев удалось снять на камеру мобильного телефона, как люди выбегали из автобуса и спасали свои вещи. Ряд сетевых изданий со ссылкой друг на друга пишет, что возгорание автобуса произошло прямо на дороге. Причины выясняют правоохранители. По словам одного из пассажиров, автобус следовал по маршруту со значительным опозданием из-за технической неисправности. Водитель периодически останавливался и выходил что-то ремонтировать в задней части транспортного средства. Из Кумертау выехали вовремя, а по пути из Уфы поломки стали возникать чаще. В Татарстане около набережных Челнов кто-то из пассажиров почувствовал запах дыма в задней части автобуса. После задымления появилось и открытое пламя. В момент возгорания пассажиры находились в автобусе. Один из водителей успел выбить обе двери. Всем пассажирам удалось спастись. Никто не пострадал. Накануне в Кумертауской мэрии прошло очередное заседание совета по вопросам снижения неформальной занятости и своевременной выплаты заработной платы. Заслушали руководители организации, индивидуальных предпринимателей. Присутствовали в том числе представители надзорного ведомства. Поскольку там, где неформальная занятость и серые зарплаты, как правило, рано или поздно появляются правоохранители. Ни один работодатель, ведущий черную бухгалтерию, не застрахован от попадания в поле зрения, как минимум, прокуратуры. Подробнее расскажет помощник прокурора Ирина Кочетова. Она у нас на связи. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Расскажите о нынешней ситуации на рынке труда. Здравствуйте. Действительно, сейчас ситуация в сфере рынка труда остается сложной и напряженной. Президент Российской Федерации ориентирует всех и контрольные надзорные ведомства, и работодателей на прозрачность трудовых отношений. В идеале мы совместными усилиями должны добиться того, чтобы исключить такое понятие, как неформальная занятость. Ирина Сергеевна, поясните, что такое неформальная занятость? Поясню для тех, кто не знает. Любые отношения, связанные между работником и работодателем, должны быть обличены в форму трудового договора. Работник при приеме на работу обязан написать заявление о приеме, на основании которого издается приказ работодателя о приеме на работу, с которым работник в течение трех дней с момента его издания подлежит ознакомлению. Также заключается трудовой договор с работником, второй экземпляр которого подлежит передаче работнику. Работник при поступлении на работу обязан пройти медицинский осмотр. Денежные средства, затраченные им на прохождение медицинского осмотра, подлежат возмещению работнику работодателям. В принципе, в двух словах, такова процедура приема на работу. Скажите, какие меры будут применяться к тем работодателям, которые трудоустраивают работников неофициально или выплачивают так называемую серую зарплату? В случае выявления нами, как надзорным органам, фактов неформальной занятости, допущения работника к исполнению им трудовых обязанностей, без надлежащего оформления трудовых обязанностей, будут приниматься меры административного воздействия. В частности, кодексом об административных правонарушениях предусматрена такая ответственность, как ответственность за допуск к выполнению трудовой функции лица, лицом, неуполномоченным на то, если работодатель против заключения трудовых отношений. Данный вид наказания регламентируется статьей 5.27 частью 2 Кодекса об административных правонарушениях. Минимальный размер наказаний для должностных лиц предусмотрен 10 тысяч рублей. В случае, если мы установили факт неоформления работодателем с работником трудовых отношений, либо не надлежащего оформления трудовых отношений, работодатель подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.27 часть 3 Кодекса об административных правонарушениях. Там, соответственно, уже свои минимальные размеры наказаний. Для должностных лиц составляют от 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч рублей. Кроме того, мы прекрасно с вами понимаем, что ненадлежащее оформление, либо не оформление трудовых отношений влечет за собой цепную реакцию дополнительных нарушений. Это не прохождение работникам медосмотра, не выдача ему средств защиты, не проведение с работником вводных первичных инструктажей, не проведение специальной оценки рабочих мест. И в совокупности были случаи, что выявляли в деянии одного работодателя несколько составов административных правонарушений. Минимальный размер наказания в совокупности по всем составил приблизительно около 80 тысяч рублей. В связи с этим я предлагаю просто задуматься с точки зрения выгоды, что же все-таки выгоднее оформить надлежащим образом работника и требовать, согласно букве закона, с него выполнение возложенных на него трудовых обязанностей, либо уклониться и получить достаточно большую сумму штрафа. Спасибо за компетентные ответы. Напомню, что у нас на связи была помощник прокурора Ирина Кочетова, представитель надзорного ведомства, рассказала нам о неформальной занятости. В филиале Центра народного творчества «Дуслык» состоялся благотворительный концерт оперного певца нашего земляка Вадима Тирона. Вадим, ныне солист Тверской областной академической филармонии, народный и заслуженный артист России. Он в рамках концерта исполнил песни популярных российских и зарубежных композиторов, русские народные, романсы и сочинения современных авторов. Подобные концерты Вадим Тирон, как правило, дает в Кумертау летом. Этот сезон не стал исключением. Напомню, что Вадим Тирон учился в школе номер 4, проезжал в Кумертау в качестве студента Уфимского государственного института искусств, а на четвертом курсе он получил приглашение на работу в Башкирский государственный театр оперы и балета, где и начал свою артистическую карьеру. По семейным обстоятельствам позже он переехал в Тверь. С 1978 года Вадим Тирон солист Тверской филармонии, а с 1985 дополнительно солист ансамбля русских народных инструментов «Орнамент». Люблю вас. Будьте счастливы! Спасибо. До свидания. До новых встреч. И это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова